добрый день это 371 анбоксинг на конце единичка а значит шейп-мод скьюба на этот раз это будет qj hex скьюб пока шейп-мода у меня не кончится каждый 10 анбоксинг будет именно про них коробочку я не сохранила либо у меня ее не было но это вот такая вот головоломка от компании qj которая похожа на какой-то многогранник разные грани здесь шестиугольник здесь квадрат и кажется что это что то сложное но на самом деле если сравнить с подобной колонкой под названием скьюб диамон то можно найти много общего а по сути это одно и то же просто у скьюба диамонда отрезали вот эти уголки и поставили сюда зеленую наклейку стало выглядеть сложнее не так удобно вращать но собирать можно теми же способами hex скьюб получается чуть крупнее классического скьюба у него есть подшипники которые фиксируют поворот вращается он довольно громко можно собирать его двумя способами поэтому давайте сразу перемешаем хотя сначала посмотрим на цвета скьюб диамонт это октайдр у которого восемь цветов здесь получается те же восемь цветов но плюс еще дополнительный зеленый обычного зеленого здесь шестиугольной грани зеленый здесь нет только квадратный и все вот эти срезы одного цвета если бы здесь не было зеленого цвета то ничего бы не поменялось допустим если бы наклейка просто отсутствовала ну так наверное симпатичнее перемешиваем собрать как я уже сказал можно двумя способами первый это стандартный для всех шейп-модов скьюбов собрать как скьюб и потом дополнительный этап по развороту центров но для начала нужно определиться что здесь углы а что центры напомню что обычного скьюба 6 центров и 8 углов центра такие крупные уголки здесь трехцветные на хекс скьюбе углы это вот эти треугольники одноцветные а центры вот эти пятицветные элементы с квадратной зеленой наклейкой то что углы одноцветные и симметричные значительно упрощает сборку выберем какой-нибудь центр например вот этот бело-красно-оранжево-синий можно с любого начинать не так важно значит сюда нужно треугольник белый ищем белый треугольник вот он просто ставим здесь логотипчик наклеен куджей сюда треугольник нужен красный нехитрыми движениями дальше сюда оранжевый и сюда синий синих здесь два этот светло-синий а есть еще темно-синий вот мы получается собрали вокруг одного центра четыре уголка это примерно вот такая ситуация на классическом скьюбе дальше на обычном скьюбе надо было развернуть углы да но на хекс скьюбе разворачивать ничего не нужно так как углы симметричные и особенность скьюба в том что углы сразу становятся свои места а значит можно сразу переходить к перестановке центров сначала напротив первого центра нужно собрать противоположный на обычном скьюбе напротив белого желтый вот желтый располагаем сзади делаем пиф-паф перехват на 180 еще один пиф-паф здесь мы поступим так же начали с этого центра значит вот сюда нужно поставить еще один как определить какого он должен быть цвета очевидно зеленого но боковые цвета смотрим вот по этим треугольникам должен быть синий желтый розовый и серый где такой центр это не он вот этот розовый желтый синий серый его нужно расположить сзади то есть первый центр с которым мы начинали снизу а нужный сзади ну и делаем юпером из двух пиф-пафов с перехватом на один пиф-паф перехват на 180 и второй пиф-паф кажется что все некрасиво но это просто центр развернут неправильно проверяем цвета серый серый желтый желтый синий синий темный синий и розовый розовый все на месте после тем же юпером нужно расставить остальные центры по местам вот эти два на месте ищем если какой то еще который на месте стоит ну пока красивого ни одного нет значит смотрим по цветам здесь вот желтый совпадает белый есть нет это не на месте ну если один цвет совпадает остальные нет это вряд ли это значит центр не тут здесь здесь белый белого круг нет и здесь оранжевый синий розовый серый вот этот центр на своем месте располагаем его снизу а первые два собранных по бокам далее тем же юпером мы должны переставить центры вот так сзади наверх сверху вперед спереди назад и значит что то должно собраться проверяем если верхний центр пойдет сюда и станет на месте значит хорошо если нет то развернем на 180 градусов а здесь оранжевый синий серый красный да как раз эти цвета тут и находятся делаем тот же юпером один пиф-паф и второй пиф-паф проверяем что получилось если я не сбился так вот белый как и было на месте вот этот центр правильно ориентирован остальные стоят на местах вот этот получается раз центр правильный два три четыре четыре центра которые правильно ориентированы а два нужно развернуть для разворота центров можно использовать нехитрый алгоритм за обычного скьюба если мы на классическом скьюбе сделаем два пиф-пафа мы получим вот такую ситуацию но в то же время вместе с разворотом углов мы видим что все центры на своих местах но передний верхний левый правый развернулись на 180 градусов то есть для хекс скьюба можно делать два пиф-пафа чтобы развернуть 4 центра вот эти и вот эти но если нужно развернуть два мы можем перехватить на 180 и сделать еще два пиф-пафа обычный скьюб соберется но на шип моде останутся развернутыми передние и задние центры посмотрим здесь тоже нужно два центра развернуть но один из них передний другой верхний легким движением отправляем верхний назад делая setup move такой и пополняем тот же самый алгоритм два пиф-пафа один второй перехватываем на 180 и делаем еще два и остается только вернуть setup move но это уже интуитивно и вот hex скьюб собран также если сделать два пиф-пафа из любого положения то развернутся 4 центра ну допустим из этого делаем первый пиф-паф и второй пиф-паф на обычных шип модов для этого нужно сделать 6 пиф-пафов чтобы углы развернулись но здесь углы симметричные поэтому достаточно двух проверяем два центра правильно ориентированы а остальные 4 неправильно ну и чтобы их развернуть обратно мы располагаем два по бокам один спереди другой сверху если они расположены не так то делаем setup move и приводим к такому положению делаем снова два пиф-пафа раз два и все собирается вроде не сложно но есть другой способ который я уже показывал на головоломке diamants cube в обучающем видео там применяется один алгоритм вместо всех пиф-пафов и юпермов требуется знать нехитрые движения R U R' U и еще раз R U R' U этот нехитрый трицикл перемещает центры вот так ну в данном случае это не центры, а углы поэтому уголки перемещаются отсюда сюда отсюда сюда и снизу сюда можно сделать обратный пойдет обратная перестановка сейчас я продемонстрирую как при помощи этого алгоритма можно собрать тот же самый hex cube для начала вокруг одного белого уголка нужно собрать три центра с белой наклейкой вот есть какой-то один а вот один поставился ставим второй проверяем что вот так совпадало и ставим интуитивно третий он стоит вот так не очень удобно не той стороной подходит поднимаем его наверх и тут можно развернуть вот вокруг одного белого уголка три белых центра переворачиваем смотрим вот здесь вот на серую грань ну треугольничек стоит он пока не важен главное вот эти трапеции одна серенькая есть вот из такого положения когда серенькая слева сзади и перед нами зеленый квадратик можно сделать вот такой пиф-паф раз два три четыре и все получится ну либо они сразу все будут на месте дальше просто доворачиваем так чтобы у нас цвета совпадали вот здесь вот синие идут и вот синие и мы получается собрали все центры и они сразу правильно ориентированы чем и удобен этот метод пока все интуитивно но все центры стоят правильно и ориентированы верно а еще у нас один уголок стоит на месте по умолчанию вот здесь еще и второй есть ну часто бывает что остается совсем мало перестановок ну здесь мы видим побольше и применяем алгоритм из куба диамонда еще раз его покажу нужно держать в таком положении чтобы треугольник две вершины сверху одна снизу и перемещается отсюда сюда отсюда сюда и снизу сюда делаем R U R' U R' U у нас вот эти вот четырехцветные центры не меняют свое положение а вот эти уголки которые хочется называть центрами перемещаются ну и в данном случае еще раз на из куб диамонда собран делаем то же самое здесь видим что вот два и тут один то есть вот из такого положения нужно что-то делать синий переместиться сюда на серую грань смысла нет перехватим синий переместиться сюда на место где синие элементы будет хорошо серый пойдет сюда встанет отлично и желтый пойдет сюда сразу три элемента соберутся из такого положения делаем R U R' U дважды R U R' U R' U U и вот как бы было много всяких не собранных элементов осталось совсем чуть-чуть дальше нужно переставить вот эти три элемента ну и сделать видимо нужную комбинацию еще раз с такого положения оранжевый сюда синий сюда розовый сюда мне кажется что вот этот способ намного проще но я сделаю все-таки подробно обучающее видео где покажу более детально оба скьюб диамонт я показывал только последний способ я думаю он наиболее удачен вот такая вот интересная головоломка собирается визуально чуть сложнее чем скьюб диамонт но это просто из-за того что много граней на один цвет больше и пестрит а так все одно и то же собирается точно так же если у вас есть диамонт то хекс скьюб вам особо то и не нужен ну и наоборот простые шип моды скьюбы у меня закончились далее будут посложнее ну надо успеть с ними разобраться за 10 анбоксингов а на этом все всем спасибо всем пока